Домогательство со стороны коллег становится болезненной темой у россиянок. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы. Они провели исследование и выяснили, что 11% женщин в России сталкиваются с назойливым вниманием со стороны коллег по работе. Наш корреспондент Зоя Зотова сегодня пообщалась с сексологом Алексеем Вилковым и выяснила, как распознать харассмент и что с этим делать. Порой девушки хотят просто дополнительного внимания. Может быть, как-то мужчины трактуют это по-своему? Мужчины часто воспринимают это буквально как призыв к сближению. И поэтому возникает разное восприятие этой ситуации. И отсюда это приводит постепенно к конфликту. Как не перешагнуть девушке вот ту границу между, скажем, некой дружбой, между просто улыбками и вот такими уже более чем-то другим? Так как ритм такой восприятий очень высок, то именно в контексте работы необходимо всегда правильно выстраивать свои лишние границы, чтобы стараться возможности не допускать. Вот такой усмысленности, флирта, неформального общения. Может быть, есть какая-то вот инструкция, как вот выстроить эти границы, что нужно говорить? В первую очередь, если проявление харассмента уже заметно, тогда нужно сразу их пресечь в самом начале. То есть девушка должна сказать, что для нее такое поведение некорректно или даже недопустимо, что она только лишь настроена на выполнение своих служебных обязанностей и будет только общаться, действовать строго по протоколу. Девушка может увидеть, что мужчина проявляет более повышенные знаки внимания. Здесь могут быть комплименты, неуместные шутки, либо шутки с сексуальным подтекстом, либо могут быть касания, прикосновения, опять же, без согласия девушке. И это является таким вот первым признаком, первыми проявлениями, возможно, харассмента. И это нужно сразу пресекать уже в самом начале. Потому что если мужчина не видит сигналов, что это девушке не нравится, что это для нее вызывает дискомфорт, да, он продолжает и считает, что раз девушка молчит, значит, это все в порядке и можно двигаться дальше. Чем поможет закон? И может ли он вообще помочь? Закон здесь, мне кажется, довольно размыто. Это больше только вопрос юридический. Потому что в целом, по моим данным, опять же, какие-то уголовные дела вот по теме харассмента, они в России заводят очень редко. Здесь нужны веские доказательства. Поэтому чаще это решается таким бытовым путем. Получается, вывод такой, что не смешиваете личное общение и профессиональное общение. В идеале это является таким толком стандартом, как раз правильной установки. Работа отдельная, личная жизнь отдельная. Ну, конечно, в жизни бывает все сложнее, но здесь нужно всегда ловить ту грань, когда личное общение мешает профессии, либо наоборот.